На телеканале Звезда Новости дня я Анна Шурыгина. Здравствуйте. Дефиле в Министерстве обороны. Сегодня военные показали Владимиру Путину форму будущего. Рассматривая образцы, в буквальном смысле от кутюр, президент заинтересовался особенностями их производства. Ведь в новой армейской моде не будет ни портянок, ни кирзовых сапог, а полевая форма и вовсе будет пошита из ткани с использованием нанотехнологий. Как же выглядит новая форма и сколько времени понадобится на то, чтобы переодеть всю армию флот, выяснял Эльдар Басилия. Разработать дизайновые формы доверили Валентину и Дашкину. В карьере известного кутерье было много показов, но еще не было такого зрителя. Товарищи Верховные главнокомандующие, образцы новой военной формы одежды к осмотру готовы. Заместитель Министерства обороны генерала армии Исакова. Вольно. Новая форма стала удобнее и надежнее. Например, теперь военнослужащим не нужно будет надевать кирзовые сапоги и портянки. Их заменят ботинки со шнуровкой и термобельем. Видоизменились куртки. Ранее они были из сукна, теперь и некоторые элементы сшиты из кожи. А для полевой формы использованы абсолютно новые ткани, прочные и одновременно легкие. Сторонняя форма была разработана еще в 1994 году, но военных мало устраивало. Министр обороны Анатолий Сердюков пообещал переодеть подчиненных практически сразу, как занял свой пост и обещания сдержал. Если обратите внимание на меня, то повседневная форма одежды от парадной отличается только погонами и цветом рубашки. При разработке новой формы мы, конечно, учли исторический факт. И в основу легли такие основные концепции, что это форма Суворова. Это мы взяли цвет, фактуру, сукно. Очень приятно то, что мы использовали в генеральской форме, наверное, момент Парада Победы. Это жуковские и цвета в корме Парада Победы. И в основу, конечно, головного убора и фуражки взяли основу фуражки Жукова. Здесь мы поменяли и материал поменяли, и крой поменяли, более сделали функционально. Именно для того, чтобы летчик комфортно чувствовал себя, управляя машиной в параде. Значит, перчатки, соответственно, на коленник просто накладываются. Ну и, в принципе, если, к примеру, он расстегнулся, то вот такая куточка. То есть он снял курточку, пришел на предполетных указаниях, и в зимних условиях вот такой. На этом остановитель есть. Женскую часть коллекции сегодня представляли девушки из модельного агентства. Мужскую – военнослужащие комендантского полка. И те, и другие умеют красиво ходить. Одни по подиуму, другие строевым шагом. Но сегодня им пришлось просто постоять. Российские военнослужащие теперь будут одеваться от кутюр. Но в обмундировании сегодня впервые представили широкую общественность. Дизайн разрабатывали почти год и держали в обстановке строгой секретности. Новая форма должна была получиться не только удобной, но и красивой. Это было обязательное условие. Представленной коллекцией президент остался доволен, а это значит, что у военных появится новая форма. Пока войска отправят только опытные образцы. В течение полугода ее будут испытывать в полевых условиях. Переодеть всю армию получится только через три года. Сколько это будет стоить, военные пока не говорят, но отмечают, что хорошая одежда всегда стоит недешево. Эльдар Басилий, Леонид Богданов, Алексей Крылов, телеканал «Звезда», Москва.